Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Именно поэтому эту тему стали заводить, в том числе и с точки зрения позиции клинического психолога. И поговорим мы сегодня о профилактике этого синдрома. Хотя, по большому счету, можно говорить скорее об адаптации и, можно сказать, о реабилитации этой самой истории с постковидным синдромом. Освежим наши с вами представления о том, что входит в постковидный синдром. Ну, различной локализации боли, которые, в общем-то, не доходят до клинических значительных показателей. Диарея, потеря обоняния, потеря волос. Какие-то устойчивые истории с легкими бронхами. Это стойкий кашель или отдышка, учащенное сердцебиение. И остальные параметры относятся уже непосредственно к психическому состоянию человека. Речь идет о нарушениях сна, о переживании нетипичной усталости, слабости, трудности с концентрацией внимания и эмоциональной лоббильностью. То есть резкой сменой настроения все эти параметры усугубляются в рамках, естественно, преморбидных особенностей и дают о себе знать достаточно долго. Зачастую мы с вами уже все, наверное, знаем о том, что постковидный синдром – это представленное нарастание симптоматики при каком-нибудь ни было виде активности, физической или умственной. И уже наблюдения, хотя за этот краткий период, да, речь идти может только о наблюдениях, исследования, как таковые, подтвержденные, еще не завершены. Они только набирают свои обороты. Так вот, эти состояния не зависят от того, насколько тяжело болел человек, не зависят от возраста заболевшего. Однако характеризуются тем, что наблюдаются у большинства из нас до трех месяцев и более трех месяцев у 10-20% переболевших. По наблюдениям нашим и зарубежных исследователей тоже сохраняются у заболевших людей. Чаще наблюдается это у женщин, на мой вкус, позвольте мне дали собственное мнение высказать, наверное, потому что женщины все-таки чаще обращаются. Все наблюдения показывают о большей активности обращения именно женщин-мужчины стоически переносят любые изменения и вытесняют свои переживания, обусловленные ими. Постковидным синдромом считается хотя бы один симптом из перечисленных выше, который сохраняется более трех месяцев. Ну и чаще всего все-таки за отчетный период, за эти полтора-два года, отмечаются такие симптомы, как утомляемость с деконцентрацией внимания и андышка. Давайте вспомним, уважаемые коллеги, что психика человека, она ведь не напрямую управляет формированием внешней и внутренней среды. Это скорее к тому, что вот этот расхожий миф о том, что все заболевания от стресса, он, конечно же, во многих случаях, таких, например, как онкологические заболевания или инфекционные заболевания, является не более чем мифом. Нет, психика в первую очередь отражает то, что происходит с человеком, то есть отражает влияние внешней и течение внутренней среды, непроизвольно реагируя на изменения с так называемой с условной целью адаптации. Понятно, что все это бессознательные процессы в первую очередь, поэтому не всегда они нам подконтрольны. Ну и мы с вами помним, что 95% внутренних течений внутри организма процессов мы с вами осознавать не умеем. Итак, каковы же психические аспекты постковидного синдрома? Вот наблюдаемые временные изменения за этот отчетный период, то есть в течение полутора лет мы наблюдаем изменения, относим их к краткосрочным до трех месяцев или долгосрочным до полугода. Больше наблюдений пока что у нас выявленных таких обобщенных и нет. Так вот, на первом месте, конечно же, хроническая усталость и снижение концентрации внимания, что изрядно достает всех, с кем мне доводилось обсудить. Это многие врачи переболели и даже по себе знаю, я дважды переболела, насколько сказывается на концентрации внимания перенесенные заболевания. Некоторая забывчивость развивается, депрессивная симптоматика. Конечно же, мы с вами все помним, что депрессия не доходит до своей клинической формы, да и до субклинической может дойти только в том случае, если есть такие преморбидные особенности личности. Когда мы говорим о депрессивных изменениях, мы все-таки говорим об обратимых, реактивных и краткосрочных состояниях эмоциональной подавленности. Ну, в общем, нарушение когнитивных функций, частые смены настроения и некоторая повышенная тревожность, обусловленная физиологически, которая, все эти симптомы, да, могут приводить к расширению тревожности, к формированию устойчивых страхов. И вообще все эти наблюдаемые состояния, которые, в общем-то, не были для меня характерны, а теперь стали носить устойчивый характер, могут снижать актуальную самооценку человека. Мы с вами все помним, что особенностью личности является опора на собственную самооценку. И если она снижается, и снижается регулярно, да, под влиянием физиологических факторов, в данном случае постковидного синдрома, то это снижение может закрепляться и формировать утрату уверенности в себе, что, в свою очередь, может приводить к невротическим изменениям. Закрепление и снижение самооценки может приводить к невротическим изменениям. Что такое самооценка? Давайте вспомним, это динамическая характеристика, и это эмоционально окрашенное отношение к себе в разных конкретных ситуациях и в различных видах деятельности. И самооценка основывается на сравнении своих достижений с достижением других людей. Самооценка – это та часть самоотношения, которая существует в социуме. Я сравниваю себя и другого, и другого оцениваю как более конкурентно способного человека, тогда моя самооценка может падать. Самооценка остается в пределах тоже такой динамической, но более устойчивой психической компоненты, как самоотношение. Так вот, самооценка подлежит пересмотру и коррекции. И в нашем случае, когда мы говорим о профилактике, либо реабилитации человека, переживающего, проживающего, да переносящего постковидный синдром, коррегируется именно за счет такого инструмента, как самооценка. Давайте на примере первого фактора, который чаще всего при остыне и постковидный себя предъявляет, разберемся. Соматические аспекты и психические аспекты. Вот возьмем утомление. На первом месте у нас все-таки такая усталость специфическая представлена. Так вот, если утомление, которое является довременным снижением работоспособности под влиянием длительного воздействия нагрузки, приводит к различным нарушениям когнитивных наших возможностей, это внимание, память, интеллектуальные процессы и сдвиги в мотивационной сфере, утомление может возникать вследствие истощения внутренних ресурсов индивида. Вот воздействует на меня таким образом инфекция, новая коронавирусная инфекция, что это выраженно снижает мою устойчивость к нагрузке. Раньше я мог подняться на четвертый этаж без отдышки и гибергидроза, то есть расширения ботливости, а теперь вдруг не могу, да еще потом после этого и сконцентрироваться не могу на поставленные задачи. Это, конечно же, меня здорово может огорчать и выводить из себя, и я жду, когда же этот процесс закончится, предположим, он не заканчивается, и пока еще нет лекарства, которое позволило бы в коротком периоде взять эти симптомы физические и соматические под контроль. И тогда мы можем с вами рассматривать, если мы соматический аспект, ну, никак не можем взять под контроль, не ляжешь это, да, не откажешься от всех видов активности, которые вызывают вот это вот специфическое утомление, тогда мы можем ухватиться за психический аспект этого состояния, то бишь усталость. Усталостью мы будем с вами, в отличие от утомления, обозначать комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию состояния утомления. То есть если раньше я так или иначе мог на себя положиться, неплохо ориентировался в том, как мне регулировать, да, свою активность, чтобы не истощаться в длительном периоде, то теперь вот эта саморегуляция мне недоступна, и как-то мой организм сам по себе, да, от самой какой-то незначительной нагрузки дает какой-то не глобальный сбой, чтобы мне дали вольничный, и я могла там, да, побыть дома и привести себя в порядок, а какое-то такое незначительное утомление, которое, однако, преследует меня там ежеминутно, да, при малейшей нагрузке я начинаю себя так чувствовать, и тогда у меня формируются чувства. Да, вспомним, что эмоции – это краткосрочные состояния, которые… самые коротенькие состояния, которые человеку не подконтрольны, это часть адаптивного кластера, да, который помогает человечеству выжить. Так вот, эмоции, когда они накапливаются, а мое состояние усталости заставляет меня постоянно, да, таким образом эмоционально реагировать, накапливающиеся эмоции трансформируются в более длительные состояния, то бишь в чувства. Чувства слабости, вялости, и тогда уже и бессилия, да, по отношению к этому симптому, который я не могу никак взять под контроль. Это может быть просто ощущение, да, не все люди способны осознавать свои чувства, дифференцируя их достаточно хорошо, а просто ощущение какого-то блуждающего физиологического дисформфорта. Это могут быть осознавания нарушений в протекании психических процессов, да, я могу говорить и понимать, что раньше мысль бежала резвее, и вообще как-то вот, да, ощущалось мне в когнитивном процессе легче и лучше. Это может сказываться как утрата какого-то интереса к профессиональной деятельности, повышенная, да, утомляемость может выбивать меня из профессиональной колеи. Чаще всего такое накопление чувств на фоне, да, соматического вот этого снижения сил приводит к выраженным лоббильным сменам, лоббильности эмоционального реагирования. То есть вот сейчас я апатично, и мне очень легко было бы сорваться, да, при избыточной нагрузке. Слишком быстро переключаются тормозящие и возбуждающие центр головного мозга. Конечно, это может приводить к существенному неудовлетворенности собой, то бишь к снижению самооценки, да, в результате приводить. Давайте вспомним, что у нас существует три типа усталости – токсическая, гипертоническая и гипотоническая. Ну и как мы с вами знаем, онкологические пациенты чаще всего испытывают токсическую усталость. Человек, болеющий гриппом, тоже ее испытывает, но в более, там, коротком периоде. И, по сути дела, с токсической усталостью постельный режим справляется достаточно хорошо, и она сама собой проходит, когда я выздоравливаю. Когда речь идет о постковидном синдроме, то речь идет о смешанной, да, о смешанной усталости. С одной стороны, наверное, она явно как-то, да, выявит эту токсичность вируса, который пока еще, да, не оставляет в покое, хотя вроде уже и не выявляется. Человек не является активно болеющим. Ну и еще и гипертоническая и гипотоническая, да, усталости представлены как-то гипертрофированно. Слишком быстро я устаю от умственного или эмоционального перенапряжения, и поэтому так раздражителен, так беспокоен, либо подавлен. И слишком быстро я устаю при малейшей физической нагрузке. Профилактикой вторичных психических изменений при постковидном синдроме достаточно ловко за это время, за этот отчетный период мы справляемся за счет направленной работы по адаптации человека к изменению в рамках заболевания. Вообще-то у онкопсихологов, у психологов, клинических психологов, которые работают с онкологическими пациентами, это рутинная практика. Вот этот сам метод, он по наблюдениям оправдал себя в помощи людям, которые переживают изменения, связанные с постковидным синдромом. И, как я уже говорила, да, на физическом плане это пока не подлежит никакой коррекции, а на психическом можно человеку помочь за счет нашей рутинной работы. То есть исследование индивидуальной картины и построение индивидуальной программы коррекции в трех психических аспектах – в когнитивном, эмоциональном и конативном, либо мотивационно-поведенческом. То бишь, разговаривая с человеком, который переживает вот эти изменения, характеризующие постковидный синдром, мы в беседе выявляем объем его представлений по поводу себя и того, что с ним происходит, это объем его переживаний и структуру переживаний. И это как-то сказывается на его конативном плане, на том, как ему удается справляться и как он планирует дальше жить в рамках такого состояния, который, в общем-то, еще недостаточно исследован. Основным принципом воздействия, мы помним с вами, что в ситуации течения хронического заболевания характерно устойчивое воздействие травматических стрессоров, которое и снижает самооценку онкологического пациента. По какому-то одному принципу у постковидника как-то по-другому, но суть-то одна и та же. Человек страдает в измененных условиях в связи с заболеванием, которое носит хронический характер. И именно под нагрузкой устойчивого воздействия травматических стрессоров сшибаются те невротические защиты устойчивые, которые обычно тормозят восприимчивость к методам коррекции. А в условии достаточно высокого уровня травмы по поводу заболевания восприимчивость к методам коррекции как раз достаточно хорошо повышается. И мы с вами теперь узнаем, что повышение самооценки раскрывает адаптационный потенциал личности. То есть за счет этого метода адаптация может расшириться в рамках, естественно, преморбидных особенностей человека. Самооценка – это часть самоотношения, и это динамическая система, и компоненты этой динамической системы, которые вообще-то относительно независимы в плане источников формирования, то есть очень много воздействует на них разных вещей, и они не коррелируют друг с другом. Однако все эти компоненты образуют функциональные взаимосвязи. И система самоотношений взаимосвязана с другими психическими образованиями и является одновременно и продуктом, и фактором их последующего развития. Таким образом, за счет планомерной работы в направлении, которое можно так вот коротко и условно назвать повышение самооценки, нам удается задействовать разные психические структуры и образования и выравнивать картину отношения к заболеванию. Целью и задачами все-таки психологической реабилитации постковидного синдрома, потому что, ну как его профилактировать? Люди, которые еще не заболели, они вот и прививку могут не пойти делать, и в том числе и к психологу, конечно же, не пойдут за этой специальным видом помощи. Чаще всего мы все-таки встречаемся с человеком, который уже страдает от постковидного синдрома, и тогда целью нашего взаимодействия, так же, как и в онкологии, при работе с пациентами, конечно же, является улучшение качества жизни человека, который переживает хроническое заболевание. В данном случае у нас с вами постковидный синдром. Задачами нашего взаимодействия являются, как я уже сказала, исследование или распознавание и ревизия индивидуального стиля самоотношения, формирование оптимального стиля самоотношений, формирование устойчивых навыков заботы о себе. По сути дела, когда все это проговариваешь, я понимаю, что на слух кажется, ну что за ерунда, как все это просто. На самом деле это все довольно такая прицельная работа специфическая, которая должна, конечно, включать в себя определенную подготовленность специалиста. Просто наличие психики человеческой недостаточно для того, чтобы оказывать эту направленную помощь. По формам работы она может носить индивидуальный характер или групповой. по направлению, это, конечно, всегда в базе психодинамическое направление, которое дальше по выбору, по направлению индивидуального или групповой направленности переходит в экзистенциальное, когнитивно-поведенческое, а иногда и телесно-ориентированное направление, если, например, у человека или у группы людей нет склонности разговаривать и осознавать себя. И тогда, если это не аналитические методы, которые относятся к разговорному жанру, и не полупроективные, которые относятся скорее к поиску себя в творчестве, то могут быть и психофизиологические, просто реабилитационные мероприятия, которые помогают через тело каким-то образом облегчить напряжение эмоционально страдающего человека. И должна вам сказать, что самоотношение, как бы это просто не звучало, но это целый такой конгломерат психических аспектов, так вот самоотношение тренируется как мышцы. Это хорошая новость, это значит, что помочь мы сможем. Прогнозируемый результат нашей работы, профилактики или коррекции постковидного синдрома, это, конечно же, личностный рост, можно было бы вот так вот это описать. Это принятие собственной личности, это поиск и опора на собственные ресурсы, ощущение ценности своего «я», несмотря на то, что мое тело так меня выраженно подводит. Все это описывается и в работе с онкологическими пациентами. Именно поэтому вот нам, онкопсихологам, легко дается коррекция эмоционального состояния людей, переживающих постковидный синдром. На слайде видно все наши достижения, которые мы можем представить людям, если они к нам обратились. Ну и спасибо большое за внимание. Есть ли ко мне вопросы? Продолжение следует...